И всем привет, ребят, с вами Starvark, я сейчас записываю новый ролик. Как вы знаете, вчера я получил Васпика на свой основной аккаунт, Васпика с подрывником. И на стриме уже обкатал эту комбинацию, нашел для себя супер торпеду, которая показывает нереально жесткие результаты в рамках матчмейкинга, и сегодня готов продемонстрировать ее вам, показать, на что способно это вооружение. Ну и для всех тех ребят, у которых Васп с подрывником есть, это, ну можно так сказать, обучалочка, либо показ того, на что способен Васп с подрывником. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только игры в аккаунтике, ставьте ему личный тактимп, дальше управляйте покупку в магазине, ну и заплавите форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашей комбинации, то в принципе на своих экранах вы уже всю целую комбину видите, это Васп подрывник, это Фриз с Пульсаром, и это Дрон Лавкач. То есть это все, что вам нужно для того, чтобы показывать нереально жесткий результат в рамках матчмейкинга. И, что самое главное, эта комбинация будет работать в любом, в любом режиме, ну может за исключением Джаггернаута, да, то есть в любом режимчике эту комбинацию можно очень и очень жестко реализовывать. Поэтому мы пикаем быстрый бой, дабы вы сами наглядно увидели, да, то есть единственное, только если Джаггера запикает, я наверное его перепикну, потому что Пульсарчик под Джаггера не супер актуальная вещь, ну и с Васпом он меня будет просто разбирать. Хотя и то, и то, и то, мне что-то подсказывает, что я даже с Васп по Фризом смогу накручивать вражеского Джаггера. Ну может быть просто не с Пульсаром, а с каким-нибудь другим устройством, которое носит большее количество урона. Но здесь Джаггернаута у нас нету, закидывает нас на плато. ЦТФ-очка, если что, сразу же мы сможем поменять здесь резисты под противников. Так, ну и все, да, то есть ЦТФ-ка это идеальный режим для реализации нашей комбинации. Ждем, пока появятся у нас флаги, ну и будем въезжать в противника, и будем стараться делать максимально большое количество полезных действий. Что самое главное, и что мне больше всего нравится с Васпом и Фризом с подрывником, это то, что каждый овердрайв Хопера, Хантера, Мамонта вы контрите подрывом, да, и противник, который вжимает в Вас овердрайв, автоматически сам по себе улетает на рез. И это является очень и очень жесткой темой и контрой как раз-таки оппонентов. Так, что касаемо данного боя, у нас было бы неплохо здесь победить резист, вообще, мне так кажется. Было бы неплохо поменять резисты, потому что там есть гром на дэвчике, есть вкусный громчик, есть две жижки, да, тут я немножечко даже в управлении уже замешкался, есть скорпион. Ну, как будто бы от жиги, как будто бы от жиги можно было бы взять резист. Ну, ладно, давайте пока что переодеваться не будем, подождем, может быть, противник сам что-нибудь переоденет, и тогда мы уже оденемся под него. Так, есть единственный вот этот вот невкусный паладинчик, который будет пытаться здесь нашу базу взбадривать. Я поэтому ухожу от него. Надеюсь, что здесь мин сейчас нету. А, нет, поставили здесь миночки. Приз уже, о, вернее, не фриз, а жига уже взял резист от меня 50%-ный. А, и противник в этот тайминг поймал все-таки момент и увез флаг. Ладно, надо было все-таки дефать. Надо было все-таки дефать свою базу. Можно было не отдавать этот флаг. Ну, ладно, ничего страшного. Очень много стенок собираешь на васпике из-за непривычки, да, когда он дочитает набирать скорость, но я думаю, что со временем нормально. Мы к этому привыкнем, и будет все у нас в этом плане великолепно работать. Бомбочку сразу ставим. Улететь, к сожалению, я не успел, но бомба на два танка у нас реализуется. 9 киллов у меня уже, 140 очков. Не сказать, что это супер какой-то бомбический результат. Ну, и, к слову, если уже вдруг тут большое количество резистов от нас будет, мы, в принципе, пушечку-то поменять можем. Главное, это вас подрывником. И, если уж от фреза возьмут, ну, уже как бы три резиста. Ой-ой-ой, наш тиммейт! Наш тиммейт! Нифига себе, наш тиммейт делает грязючку. Делает грязючку, а мы делаем страховкинса. Профессиональная страховочка залетает. И доставочка вместе с этой страховочкой тоже залетает. Шикарная реализация нашего ареса грома. Я даже немножечко в шоке от того, что он сумел здесь делать. Ну, и по итогу мы оформляем вкуснейшую доставочку. Супер! Шикарно! Шикарно! Так, первая доставка есть. У меня 90% овердрайва. Берем на широкую справа. Сразу подвлетик. Сразу подвлетик делаем. Хорошо! И траектория по верху под увоз. Вкусная траектория. Есть возможность дернуть. Почему бы и нет? Нет, бомбочка у меня еще имеется. Пока там паладиножига пытается что-то здесь сделать, раскуриться. Мы оформляем красивую доставочку. Ставим бомбочку под этого паладина. Ну и бесшансово его уносим. Шикарно! Камбэк и мкатку. 2-1 уже в нашу пользу. Так, ну и... Теперь мне нужен овердрайв. У ареса на деф, если что, есть контент. Да, от этой хоппера Жиги надо только как-то уйти. А то меня эта хоппера Жига контрит и пытается уносить. Ну и, кстати, надо резист все-таки поменять, я думаю. Все-таки резистик, я думаю, что мы уже можем смело здесь менять. В рамках этого боя. Хотя нет, сейчас вот Жига что-то АФК стала. А Жиги у нас есть вообще у тиммейтов резистых? Не знаю, что там у нас у тиммейтов порезом. Я хочу просто переодеться так, чтобы потом противник пушку не поменял. А то я переоденусь, они поменяют пушечку, и я просто останусь неудел. Поэтому лучше чуть-чуть, может быть, подольше не переодеваться. И потом переодеться, чтобы уже наверняка все сработало. Так, аптечка дроповая есть. Хорошо. Нет, не хорошо. Не успеваю до нее доехать. И, походу, дело 2-2. Да, походу, дело 2-2 залетает немножечко. А, нет, наши тиммейты вернули. Нет, не 2-2. Хорошо, шикарно тогда. Так, гол падает. Наш тиммейт пока что пушит под ареса Шареллу. Пробуем набрить сразу танчика противника. Так, и арес полетит через верх. Хорошо. Опера попытаемся здесь забрать. Отлично. Подрываем его. Паладин пушит через центр. Мы его, в принципе, тоже наподрывал. Его можем здесь словить. Вот так вот просто легким движением рук ты въезжаешь в паладина. И он просто-напросто улетает на респ. То есть вы можете любой танк противника контрить этим воспом с подрывником. То есть вы не можете его слить. Но въезжаете просто в него в упор. И все. Он ничего не может сделать. Что может сделать паладин, когда ты в него въезжаешь и наносишь максимальное количество урона? Правильно. Ни-че-го он сделать в этом плане не может. От слова совсем. Так, только нам надо резист поменять. И у нас опять пытаются увозить противник флаг. Хорошо. Контра залетает. Прожимаем бомбочку под паладин. Ой, под этого под хопера. Отличная, кстати, бомба. Шарелла, к сожалению, не залетает четко в цель. Так, но у нас есть тайминг. У нас есть тайминг. Мы раскручиваемся. Мы раскручиваемся. Очень неплохо раскручиваемся. И оформляем доставочку третьего флага. Вот так вот. Вот так вот. Два аккуратных стрейфика. И мы забираем. Хоппер прожимает овердрайв. Что происходит с хопером, когда он прожимает овердрайв? Правильно. Он улетает на респаун. Паладиножига. Что происходит с паладиножигой? Да мы ее и так просто разберем. Я так по ощущениям думаю. Хантер, вжималова. Нет, не вжималова. А если была бы вжималова, то был бы тоже дома респик. Так, 600 очков у меня уже. Очень хорошо. И мы ведем 3-1. У меня отличная тима на деф. Да. Ребята прям хорошо принимают противника. Ну и в принципе я тоже могу хорошо принимать противника Я могу спокойно вот так вот Вжималову, въезжалову делать И спокойно Тоже здесь контрить И паладина жигу вражескую могу контрить И хопера жигу могу вражескую контрить Которые влетают под увоз Так, и у нас Сейчас есть микротайминг под увоз Микротайминг Нет, нет микротайминга под увоз Надо от грома брать резист О, меняют ребятки походу пушки Или что они меняют Не знаю, что они меняют Ага, фриз, да, появляется у нас Если я не ошибаюсь Появляется у нас фриз у противников Так, отлично Законтрили грома Теперь у меня сразу появляется возможность под увоз За счет того, что Законтрили грома, сразу бомбочку Под противника И полетик феникса А, здесь нет флага А флаг не на штоке был Блин, я не заметил, где флаг Так, паладина, жига Надо как-то теперь уходить, контрить Ага, уйдет он Я ничего не смогу здесь сделать Ну и у нас полноценный размен Можно было попробовать, конечно, доставить Ну ладно, размен, наверное, даже в этой ситуации лучше, чем Подаренный флаг противнику Так, и теперь Наша задача, наверное Кинуть флаг Нет? Давайте скинем флаг здесь под тиммейта Он мне овердрайв не хочет нажать Нажми овер Нажми овер Хорош, красавчик Идеально Овердрайв разыгран Плюс дроповый овер на центре Отлично Великолепно А мои-то криты супер вкусные И супер вкусные криты под работу И вот такую бомбу И может быть в минус? Ах, он вниз не улетел Улетел бы еще бы вниз Был вообще шикарно Так, флаг у нас остается сверху Надо было его пытаться просто скинуть Надо было просто пытаться скинуть Противника И тогда было бы Все мега вкусно Так, Ареса Гром пытается наверх выкатить Отлично Нет, не отлично Паладин срабатывает Вернее статус эффектик у меня Шафт не дает тыкву Мог бы шафт тоже дать Здесь тычку Так, ну что Самое время Поменять резист Магнум Гром Магнум Гром Жига Возьмем такой Возьмем такой резист Надеюсь, что ребятки уже не переоденутся Потому что у них уже осталось всего лишь Три минуты до конца Наш тиммейт подразмен стоит вкусно И самое хорошее в этой ситуации То, что у них именно Паладина Жига Та самая сильная Паладина Жига Которая могла бы что-либо сделать в атаке Именно этот чел Стоит с флагом То есть За счет этого Они даже не могут особо Никакой момент создать под возврат Потому что у них самый сильный тип Стоит просто с флагом На разменчике Так Жига Еще одна Здесь залетает ВЖ Пробуем законтрить По полторушечке Просто по хоперу По полторушечке По вкусненькой Полторушечке Ему в головешечку залетает И считайте Вот Каждым таким движением Ты просто оставляешь противника Без аптечки Каждым таким въездом В него Он всегда остается без аптечки Если я буду в упоре То он просто будет на респе Сразу Автоматически Он будет на респе Так Есть шанс вернуть Есть шанс вернуть Так Магнум Отлично 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 И хорошая Еще подрывалова Под Три танка По полторушке Так Только вот сейчас Паладин Вот этот будет с флагом Наверное А он не с флагом Навроном Пушить будет Да Это не есть Хорошо Что он будет сейчас пушить Наша задача сейчас не слиться Потому что может произойти возврат Да Вот он и происходит Этот возврат Возвратик происходит Бомбочку ставим На всякий случай Айяяяяяяй Айяяяяй Доставка сейчас залетит По ощущениям По ощущениям Доставочка сейчас залетит Или не залетит Нет Пока что не залетает Есть тайминг Нет тайминга Или есть тайминг Нет Нет тайминга Так Вторая доставка залетает От противника Не законтрил я этого паладина С жигой Ну зато мы сейчас можем его законтрить, он прожимается мы едем просто в упор просто в упор, просто в упор просто в упор, просто в упор, просто в упорчик давай, давай, дружочек, давай пирожочек с овердрайвом дома сразу так, ну и как будто бы даже полторы минуты дефа меня устраивает в рамках этого боя, как будто бы полторы минутки дефа меня устраивает но я вижу тайминг под увоз я вижу идеальный тайминг под увоз поэтому буду пробовать буду пробовать его реализовывать раз я его увидел. Сразу вижу бомбочку перед собой. Сразу ставлю бомбочку вот такую. Долго не думая. Я оформляю четвертую доставочку в карман. Отличный реализатор от оудишника диктатора. Ну и под критами просто без шансов уносим сразу следующего оппонента, который здесь мог бы что-то сделать, что-то законтрить. Легкий страфик лево, легкий страфик право. Подлёточка с сожалению стопорничком на воротах. Так, ну и Хантер вжимает, врывает. Почти 1000 очков у нас есть. Ну и я думаю, что эти 30 секунд я могу уже плотненько отыграть от дефчика, въехать во вражеского паладина, который попытается здесь что-то сделать. Но нет, даже ничего у него не получается. Хоппер вжимается в меня. Что происходит с Хоппером, когда он в меня вжимается? Правильно, он улетает на респ. Итого 1000 1000 1000 очков катки 6 на 6. 37 на 27 на вас по фрезе. И когда я тестировал это вооружение на спецаке, да, когда я тестировал вооружение на спецаке, всё-таки не зря я говорю периодически, что спецаккаунт это не основной аккаунт. Да, и на спецаккаунте иногда нельзя увидеть того, на что на самом деле способно вооружение. Да, только на своём аккаунте, когда ты чуть-чуть больше поиграешь, приноровишься и поймёшь, как правильно реализовывать комбинацию, ты понимаешь, насколько она сильная. И сейчас я вам могу с уверенностью сказать, что вот этот васп с подрывником лучше, конечно, с ближнебойной пушкой, но я уверен, что можно и с другими пушками его реализовывать. В моём случае фриз с пульсаром даёт нереально жёсткий контент в рамках матчмейкина. Пишите, что вы думаете по этому поводу, обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился, пишите, есть ли у вас такой же подрывник и как вы его реализуете. Но у меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.